Добрый день, коллеги! Вновь в прямом эфире Финверсия ТВ. Сегодня мы, как обещали, собрали людей, очень далеких от только рассуждения о макроэкономике, людей, которые сами торгуют, то есть испытывают на себе все перипетии и макроэкономики, и политики, и просто всего того, что происходит с нами за последние несколько месяцев. Я представлю участников по, наверное, не по алфавиту, потому как они у меня на экране. Петр Пушкарев, шеф-аналитик группы компании Телетрейд. Ярослав Кабаков, всегда на одном месте, судя по последним эфирам Финверсии, домой он не уходит, заместитель генерального директора инвестиционной компании Финам. Игорь Пиун, один из популярных инвесторов на платформе eToro, профессиональный банковский специалист. Георгий Вербицкий, как всегда из Бали, даже не знаю, как представить правильно, то ли уже это восточный гуру в общем трейдинга. Евгений Потапов, один из популярных инвесторов eToro из Кенигсберга, человек, который на eToro, как минимум, пережил много других популярных инвесторов и остается в топе. И Александр Блохин, также один из популярных инвесторов eToro. Саша, если не ошибаюсь, в Подмосковье город не помню. Так, в общем, вот наши участники, коллеги. И хотелось бы прежде всего поговорить, конечно же, о видах на лето. Мы несколько раз с разными аналитиками обращаемся к этой теме. Но вот лето наступило, для нас с вами это уже конкретный практический вопрос. Начну как бы для разогрева себя. Я давал прогнозы и в твоем трейдерском блоге, и в других видео. Я давал прогнозы о том, что предпочитаю, даже не прогнозы, а свое видение ситуации, предпочитаю сидеть на низком старте, потому что рынок поздно будет вскакивать. Рынок очень многое отыграет в неком моменте в течение одного дня или буквально двух-трех дней. И вот по моим ощущениям, что прогнозы сбылись, вроде как можно так торжествовать, ну, если не победу, то погладь себя по голове, какой я молодец. Но почему-то меня это последние два дня чудовищно напрягает. Вот, наверное, хотелось бы с этого момента начать, Петр. Вот я знаю, ты как я, на тактильных ощущениях любишь работать. Тебя напрягает? Нет, пока не напрягает. Не напрягает. Почему? Может быть, я меньше заработал, чем ты, Заряди. Я имею в виду, прежде всего, ситуацию, при которой не только нет еще экономических вроде как оснований, если смотреть по отчетам корпоративным или по отчетам страновым, но и нету даже, вот скажем, медико-биологических оснований. Не снизились темпы, не наступила ясность с вакциной, ничего как бы не случилось, что, по идее, могло быть триггером. При этом мы видим, что стандарт курс на уровнях выше прошлого сентября, что NASDAQ просто сделал вид, что ничего не было, просто отлучался, как будто он вышел за дверь и вернулся. И вот в этом подъеме не образуется ли тема, которую так любили все армагеносчики, до сих пор любят, тему второго дна и тему того, что это еще были цветочки, что самое страшное впереди. Коллеги, я, давайте, слово предоставлять не буду, берет каждый, кто хочет высказаться. Ну, если уж спросил, Ян, я... Ну, давай, давай, да. Мне нравится, я сейчас посчитал, пока сидел, четыре вещи, по крайней мере, четыре. Нравится, что европейские рынки очень активно взялись догонять американские. Нравится то, что на американских биржах такое buy everything rally, скупают практически все, начали догонять даже те бумаги, которые ничего не догоняли. То есть банки пошли, там вот Сити Групп, пошел Макдональдс там со Старбаксом, то есть, в принципе, конечно, все компании перспективные, но стоявшие до сих пор вот последние две недели. Ну, в общем, перечислять всех не буду, идея понятна. И нравятся новостные две темы, как бы, одна европейская, вот в частности немцы, они, по-моему, очень так конкретно дают намеки на то, что они не видят ухудшения ситуации в плане второй волны. То есть они ее, как бы, не ждут. Да, мы отслеживаем, да, мы оцениваем, но ощущение, что они уже заранее закладываются на то, что никакого второго карантина они объявлять не собираются. Будут потихонечку рассказывать, что все дела стали немножко улучшаться. Даже испанцы сказали, что не только будут пускать к себе всех без карантина на двух недель, но и поменяли методику статистики, в результате у них стало появляться поменьше случаев инфицирования. Ну и, наконец, Америка, в которой явно тема новостная уступает, да, то есть как у нас в свое время Украина-Сирия ушли из новостных лент и появился вирус. Так вот сейчас у них ушел вирус и появился, понятно, появилась история про волнение, да, по всем городам Америки. И как-то она тоже вытесняет постепенно. Сама по себе история очень погана, естественно, ничего в ней хорошего нет. Но тот факт, что про вирус постепенно забывают, наводит на мысль о том, что как бы ВОЗ не старалась предупреждать, видимо, Трамп сильно ей не угодил, да, и, в общем, в данный момент это скорее даже его огород камень, потому что признаков пока нет, никакой второй волны. Явно, что он не захочет обратно сажать Америку на карантин. А демократические губернаторы штатов, я думаю, они просто не решатся ближе к выборам, оказаться в теме плохими парнями, которые не дают всем ни гулять, ни работать, ничего делать. Получается такая как бы патруя ситуация, что они не смогут это сделать, а Трамп не захочет. Поэтому я вот вижу так, что, скажем, может быть, то, что говорили про W, про букву, вот про такую W, да, вот такой, мне кажется, не будет, за исключением только одной вероятности, о которой я сейчас скажу, больше шансов вот на какую-то такую W. Вот это возможно, вот это, точнее как, вот так, наверное, показать нужно, да. То есть одно дно глубокое, второе какая-то коррекция поменьше, да, ну такая ощутимая, но, в общем, обычная рыночная коррекция. И прежде чем она будет, перед ней, наверное, все-таки еще и архи обновятый по компаниям из S&P по основным, и в Европе еще подтягиваться и подтягиваться. А в целом все-таки настрой вот этих веб-тимистов, как их, да, сейчас называют, он достаточно силен. В каком случае это все может быть прервано? Во-первых, не в этом месяце, на мой взгляд. Вот. Во-вторых, это может быть только действительно, если пойдет искусственная такая информационная кампания, направленная на то, что вторая волна будет, или уже началась, или она ужасная, и вот-вот-вот. Мне в связи с этим вот вспомнилось буквально, когда я вот сюда непосредственно направлялся, вспомнилась история, которую, наверное, многие знают, ну, может быть, кто-то ее и забыл и не знает, про войну миров Уэллса, которую транслировали по радио, это же известная, да, история, в 38-м году перед Хэллоуином. Радио-спектакль сделали очень качественный, хороший, в самом начале объявили, что будет спектакль, потом какой-то оркестр играл, а затем начали развиваться как бы события в реальном времени, то есть высадились в Мосяне, они там начали обстреливать каким-то лазерными лучами, напустили газы ядовитые, и вот это все в прямом эфире как бы показывали. Там даже появлялся некий генеральный прокурор, который говорил голосом Рузвельта, им не разрешили изображать Рузвельта, но он говорил голосом Рузвельта, всякие такие, в общем, тревожащие граждан, пытающиеся успокоить, но тревожащие сообщения. Появлялся некий персонаж там на крыше, который уже видит, как они приближаются, и что в результате получилось, что около миллиона человек, американцев, начали в панике что-то предпринимать, кто-то там в какие-то запираться дома с оружием уже, кто-то драпать на автомобилях, образовались... Да, да, да. История-то известная, Петр, а скажи, пожалуйста, то есть ты имеешь в виду, что эффект хвост влияет с собакой может быть главным триггером каких-либо новых падений на рынках, так, если обобщенно? Исключительно, на мой взгляд, намеренно запущенный на этот раз. Если можно спорить о конспирологии, была она или нет в первой волне, на мой взгляд, она была в плане раздувания очень сильного, то во второй волне, да, то есть скорее всего будут власти всех стран, даже если действительно что-то реальное такое вот будет серьезное, постараются преуменьшить, чтобы только не закрывать все-таки экономику, потому как, в общем, уже сам факт, если вторая волна пойдет, говорит о том, что, в общем, это было бесполезно практически. Поэтому они постараются этого не сделать. Но если еще называются какие-то силы, сильно заинтересованные, мы же видим, как вот там Трамп с Твиттером продается, там, да, СНН, там, с ABC и так далее, все это происходит, и вот эти вот партии разные, они будут пытаться какие-то свои политические или финансовые выгоды найти. Что касается вот тех выгодоприобретателей, на которых я больше всего грешил все это время, то есть, грубо говоря, там, ФРС и компания, то есть, которые под это дело обнулили ставки, мне кажется, они больше ничего не хотят. У меня сложилось впечатление, что они не хотят отрицательных ставок, а значит, им не нужно нагнетание волны. Не хотят, потому что так можно и не суметь перезанять под отрицательные ставки. Уже спрос на казначейки США снизился, мы сейчас это видим по движению евро-доллара, по движению австралийца, например, который конкурент прямой по бондам, и он вернулся к уровням вообще начала года уже, и даже пытается их уже превзойти. То есть, есть ощущение, что, как бы, калачом отрицательных ставок с пугалкой одновременной, в американские доллары в казначейке не заманишь, а тогда зачем все это делать? Но вот если с политическими какими-то целями, я допускаю. Спасибо. То есть, рост на том, что Саудовская Аравия и Россия все-таки явно нашли общий язык, или это экономика, или это спекулятивные вещи. Как ваши ощущения? Могу пять копеек внести, если пока... Да, давайте, мол, пять копеек сейчас стоимость нефти мало изменит. Мне кажется, от ОПЕК уже сейчас ничего на самом деле рынки не ждут, и мало что от ОПЕК зависит. Сократили только те объемы, которые не могут продать все равно. И сейчас вот эти тренинги идут между странами, кто выполняет соглашение, кто нет. Не недовыполняют те, кто увидели какие-то лазейки возможности реализовать эти объемы. Поэтому растет не на ОПЕК. Растет на том, что все-таки ожидание вот этого же более быстрого восстановления экономики, соответственно, что будет повышенный спрос. Плюс кто-то покупал по дешевке резервы. Там, видимо, Китай, может быть, Индия, еще какие-то страны их перед цитировали. Вот на более высоких ценах уже пошел затык. Сейчас идет только на том, что фонда новая ОПЕК делает выше. Соответственно, игроки по нефти думают, что игроки по фонде что-то знают. И, соответственно, не просто так растут. Мне кажется, все-таки это такой вот эффект цепной акции пока. Спасибо. Еще вопрос от нашего зрителя. Что думаете по NASDAQ? Он уже вернулся к уровням допадения. Так как я сам практически никогда не работаю с NASDAQ, к просьбе кому-нибудь взять на себя этот вопрос. И такая мертвая тишина NASDAQ в это время отгонялась. Могу я же просто. Немноговато ли меня сейчас? А, ну давай узнаем, Петр, кто-то еще может по NASDAQ прокомментировать эту ситуацию? Действительно. Вот там чистая буква В случилась. Если вы не спрашивали, покупать ли NASDAQ в марте, почему покупать его сейчас? Нет, ну зритель же не спрашивает, покупать или не покупать. Зритель просит оценить ситуацию вокруг NASDAQ. Он вырос. Да, это да. Это точный факт из нашего видео. Мне кажется, дело в том, что NASDAQ растет больше, чем S&P. Почему? Потому что в NASDAQ все-таки более технологические компании. То есть это какие-то диджитал, онлайн бизнесы. Получается, Георгий, то, о чем говорил Ярослав, ты считаешь, да, что S&P растет на том, что там высока доля фанк, а NASDAQ еще больше вырос, потому что здесь эта доля тем более супер высока. Ну, конечно, это же все компании, которые предоставляют свои услуги по интернету. То есть все сидят дома, пользуются интернетом, и все идет через интернет. А все, что работает с людьми на земле, оно все, практически все чувствует себя хуже. Поэтому NASDAQ отрос уже почти полностью, а S&P, ну, там, еще немножко надо подращать. Окей, но тем не менее, вопрос тогда. Окей, вот новонатрос, вот Женя правильно сказал, он вырос. То есть, чтобы не промахнуться в оценке ситуации, вырос, да. Теперь попробуем вперед. Вот вырос и потенциал исчерпан, на ваш взгляд? Или вырос, и потенциал еще не исчерпан? То есть NASDAQ по 10 мы можем увидеть, как вы думаете? Да, можем увидеть. Ну, потенциал не исчерпан, но покупать большинство бумаг в таких котировках, на мой взгляд, опасно. То есть лучше покупать те, что догоняют, но из числа крупных компаний, опять же. Которые на земле, как выразился Георгий? Которые на земле, и из числа даже тех, которые лидерами, вот, были роста, скажем, если там перечислять, Амазон, там, Нетфликс, ну, все вот, я вот Алибабу покупал, но она отставала, да, наоборот. Но вот эти бумаги, которые я назвал, они показали даже свежие пики, потом начали корректироваться, и сейчас они еще в этой фазе коррекции могут находиться. То есть вот многие компании, входящие в NASDAQ, в таком же состоянии, когда они могут скорректироваться, но в целом настроены на то, что чуть дешевле их снова надо выкупать. И поэтому пики все-таки будут перебиты. Но покупать прямо вблизи пиков я бы поостерег, конечно, и поостерегся бы сам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!